В эфире телеканал ННТ новости. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И коротко о главных темах выпуска. Опять и снова ОРСИ. Недовольные пайщики дошли до главы, а компания продолжает стоять на своей цене квадратных метров. Подробности через несколько минут. Русская ярмарка скоро будет здесь. Место для масштабной площадки уже определено. Двадцатый по счету и юбилейный. В Висбербаши стартовал всероссийский турнир по боксу памяти Хаджимурада Гамзаева. Полицейские изъяли килограмм мефедрона у 28-летнего жителя Каспийска. Молодой человек был задержан в Махачкале. В приличном досмотре у него было найдено наркотическое средство. После сотрудники полиции осмотрели квартиру, в которой временно проживал подозреваемый. Там они нашли 8 больших свертков с запрещенным веществом, точным весом 1113 граммов. По оперативной информации, мужчина намеревался сбыть наркотики в Ингушетии путем тайников закладок. Возбуждено уголовное дело. Откуда приобрели? Закладку подняли? На какой магазин работаете? Всероссийский магазин ВРС, да? Как давно подобрали вот эти свертки? Три дня. Цель дальнейшей этих свертков какая должна была быть? Что вы собирались с ними делать? Как? В Ингушетию. Отправить в Ингушетию? И разложить какими партиями? Вот так. Вот так разложенную виде разложить для другого закладчика, да? Эфедрона. Сколько времени вы работаете на этом магазине? В марте всего месяц. Месяц, да? Кто прав, кто виноват. Ситуация с пайщиками строительной компании «Арси» снова в повестке информационных лент. А все из-за того, что проблема дошла до Сергея Меликова. Накануне в доме правительства прошла встреча, на которую были приглашены обе стороны, где Меликов заявил, что берет ситуацию под личный контроль. Решит ли это вопрос или нет, попыталась выяснить Ларьяна Шамхалаева. Ей слово. В случае образования убытков существенных изменений обстоятельств правильно направить уведомления только тем пайщикам, которые не внесли сумму первого взноса. А вы внесли сумму первого взноса? Да. То есть, а вам все равно направились. Понятно. Глава, судя по всему, был, что называется, в теме. Все же пайщиков внимательно выслушал каждого по отдельности. Это тот самый принципиальный актив, который с самого начала выступал против дополнительных взносов за квадратные метры. Их упорство долго ничего не приносило. Акции протеста, критические публикации в СМИ и, как итог, уголовное дело против компании, которое, к слову, было закрыто. Следственные органы так и не нашли состава преступления в действиях сотрудников RC Group. И вот новый виток противостояния. Пайщик-застройщик. Но на этот раз ситуация на контроле у власти. Вам спасибо за принципиальную позицию. Я же попрошу до всех остальных довести, что ситуация на контроле у главы. Каждый представитель правоохранительных органов в этом отношении погружен и посвящен. Сегодняшняя встреча пусть для вас будет примером к тому, что власти наши готовы с вами разговаривать и проблемы ваши решат. Хорошо? Спасибо. Обещание главы региона, безусловно, вселяет определенный оптимизм и не только в клиентов RC Group, но и вообще. Обманутых пайщиков в одной только Махачкале насчитываются десятки, если не сотни. Значит ли это, что каждый может рассчитывать на помощь и поддержку власти? Ведь есть пайщики, которые, в отличие от присутствующих на встрече с главой, до сих пор не могут найти, куда, кому и зачем отдали, но точно помнят сколько. В нашем же случае не все так запущено. Квартиры есть, они никуда не делись, просто надо доплатить. И представители компании уверенно объясняют, за что и почему. Ни для кого не секрет, что в Дагестане многие дома заморожены в строительстве. Многие дома не достраиваются. Задержки по строительству длятся годами. Мы же в свою очередь ведем активное строительство. Да, череда непопулярных мер была вынуждена с нашей стороны, как раз таки для того, чтобы строить. Раз ситуация взята на контроль, надо сделать так, чтобы и пайщики были не в накладе, и застройщик не пострадал. Если экономически это решить нельзя, то по-человечески, наверное, можно. Как бы то ни было, сегодня одна из немногих известных компаний, которые строят качественно и по стандартам, снова в информационных лентах, в негативной повестке. И это не есть хорошо. Дорогие наши пайщики, мы вам не враги. У нас с вами общая цель. Да, нас пытаются сталкивать лбами. Но никто, ни проверяющие органы, ни журналисты, ни блогеры, никто за нас не достроит этот дом. Только мы вместе можем это сделать. У нас общая цель, и мы ее выполним. Ларьяна Шимхалаева, Ардаут Гасанов, телеканал ННТ Махачкала. Три крупных инвестпроекта в Дагестане получили статус приоритетных. Заседание Республиканской комиссии по проведению конкурсов на предоставление государственной поддержки инвесторам состоялось накануне. Республика готова помогать предпринимателям, берущим на себя обязательства по выполнению показателей, которые они должны достичь, заявил премьер-министр Дагестана. Кроме того, указанные проекты будут освобождены от уплаты налога на имущество. Социально-экономически значимые инвестиционные проекты предусмотрены меры господдержки в виде предоставления статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан. Наличие такого статуса позволяет получить ряд налоговых преференций для инициаторов проектов, а именно освобождение от уплаты налога на имущество и снижение на 4% ставки налога на прибыль. Налоговые льготы представляются инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный проект в течение срока окупаемости инвестпроекта, но не более 5 лет с начала финансированного проекта. На текущий момент статус приоритетного инвестиционного проекта присвоен инвестиционному проекту по созданию рыбоводческого комплекса по разведению строго пород рыб и получению кривки из Львовского района Республики, инициатором которого является ООО «СКР». На текущий момент в рамках реализации проекта создано 35 рабочих мест и уплачено налогов на сумму 2,320,000 рублей в республиканский и местный бюджет. Льгота по налогу на инвестиционное имущество в 2021 году составила 3,456,000 рублей. Восвободившиеся деньги направлены на дальнейшее развитие организации. Одним из самых перспективных является инвестпроект развития интенсивных садов и создание плодохранилища в Республике Дагестан. Он предполагает развитие интенсивного садоводства за счет увеличения площади яблоневых садов и фундука. Итоговым результатом должно стать создание крупнейшего в Республике Дагестан производства яблок и орехов по современным интенсивным технологиям. Общая стоимость проекта, реализуемого в Сулейман-Стальском районе, составляет более 3 миллиардов рублей. В Дагестане в 2022 году зарегистрировано рождение более 20 тысяч первенцев. Минтруд региона продолжает осуществлять выплату семьям на первого ребенка в рамках национального проекта «Демография». Размер указанной выплаты в нашей Республике в текущем году составляет 11 499 рублей. Получателей данной выплаты на июль месяц текущего года в Республике 33 951 человек. Далее в эфире рубрика «Дайджест», затем продолжим. В поисках золотой рыбки более 200 килограмм осетровых видов рыб, добытые незаконным путем, было найдено сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Дагестану. На побережье Каспийского моря в районе села коллективизатор Кизлярского района были задержаны два гражданина на мотоцикле с более 130 килограмм осетра в коляске. А в поселке Сула Кираско района Махачкалы в помещении, принадлежащей одной из местных жительниц, было обнаружено около 80 килограмм незаконно добытой рыбы осетровых видов. По предварительной оценке ущерб биоресурсам составил более 6 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Члены Дагестанской ОПГ получили пожизненные сроки. Мосгорсуд вынес приговор четверым участникам ОПГ Шараповский, действовавшим в Москве. За совершение ряда особо тяжких преступлений Исук Ахметудинов и Шамсудин Мухтаров получили пожизненное лишение свободы. Рабадан Магомедалиев приговорен к 24 годам лишения свободы, Шамсудин Жамалудинов к 22 годам. Установлено, что с 2006 года по 2013 год Шараповские совершили в Москве ряд убийств и других особо тяжких преступлений. Телефонные мошенники лишили жителя Дербента 1 миллиона рублей. Ему поступил телефонный звонок от неизвестного лица, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что специалистами кредитной организации зафиксирована попытка оформления на его имя кредита и пояснил, что во избежание возможного хищения денег нужно перевести средства на расчетный счет другого получателя. Мошенник стал убеждать, что в ином случае деньги будут списаны и работники службы ничем не смогут помочь. Поверив словам незнакомца, мужчина выполнил условия, после чего с его счета была списана сумма. Каникулы с Росгвардией. В рамках Всероссийской патриотической акции сотрудники Дагестанского управления войск Национальной гвардии посетили детский оздоровительный лагерь «Костер» Буйнакского района. Встреча с детьми началась с утренней зарядки. Затем бойцы показали ребятам приемы самообороны. Росгвардейцы также поделились историей отряда, рассказали школьникам о примерах мужества и героизма, проявленных бойцами спецподразделения за разные годы существования. Круглогодичный ярмарочный комплекс появится между городами Махачкала и Каспийск. Накануне первый заместитель мэра столицы Мавредин Маликов в сопровождении руководителей структурных подразделений администрации осмотрел участок, на котором предполагается реализация масштабного инвест-проекта. Маликов поручил подчиненным оказать максимальное содействие в подготовке площадки. А если вы начнете строительство, и параллельно мы будем думать, как такую программу лучше завести, и коммуникации, и, как мы говорим, и благоустройство, в предыдущей зоне, на муниципальной части, в том числе сквер и так далее, вот такие моменты, элементы. Отметим, в течение нескольких лет открытие площадок «Русская ярмарка» запланирован в 170 городах России. Проект подразумевает возрождение площадки в ее исконном смысле, с наполнением культурно-массовыми мероприятиями, мастер-классами и культурным обменом между регионами. А главное, проект должен обеспечить население качественными товарами отечественного производства. И о спорте. В Избербаше стартовал юбилейный, 20-й по счету, всероссийский турнир по боксу в памяти Хаджимурада Гамзаева. Побороться за медали приехали боксеры со всей страны. Награды будут разыграны как среди спортсменов мужчин, так и женщин. На открытие приехали почетные гости. Подробности первого дня состязаний у Карима Даниева. Кровь, пот и слезы. В эти три дня на учебно-спортивной базе имени Али Алиева будет жарко. Здесь проходит всероссийский турнир по боксу класса А. 110 боксеров из 22 регионов страны начали бои за медали. На кону стоят весомые звания мастеров спорта России. Всероссийский турнир проводится в память мастера спорта СССР по боксу Хаджимурада Гамзаева. В нем мужчины разыграют медали в 10 весовых категориях, а женщины поборются за пять комплектов медалей. С приветственным словом к спортсменам и болельщикам обратился олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков. Саламу алейкум, уважаемые участники, уважаемые тренера, судьи, организаторы, в первую очередь для всех приветствий от Министерства спорта Республики Дагестана, от Министерства спорта Савида Кагатмановича, лично от себя, от всех наших спортсменов. Добро пожаловать в нашу республику. Очень рады видеть вас всех здесь. Надеюсь, все у вас хорошо, встречает вас хорошо. Как говорится, у нас Дагестан очень гостеприимный, но и тем не менее не расслабляйтесь. Я хочу вам пожелать всем успехов. Именно с таких соревнований начинаются самые главные успехи. Юбилейный турнир посетило много почетных гостей, среди которых олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, чемпион мира среди профессионалов Хабиб Аллахвердив, мэр Избербаша Магомед Исаков и многие другие. Это для города Избербаша, для подрастающего поколения, это образцовый пример. Я уверен, после сегодняшнего мероприятия многие детишки захотят пойти вновь в спортзал. А так участникам сегодняшнего мероприятия, спортсмена, честной, мужской, спортивной борьбы. Пусть победит сильнейший. Турнир продлится до 23 июля. Карим Даниев, Дауд Гасанов, новости ННТ, Избербаш. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова